хорошо лтв что такое лтв лтв это когда это когда вы пользуетесь какой-нибудь любимой помадой вот вы не привыкли а потом она кончилась и вы идете за той же помадой правильно вот то есть есть фактор привычки на привычка и есть фактор неудовлетворенности да то есть или это я еще это называю незакрытый гештальт либо состояние напряжение у клиента пример пример да скажем вот предположим все ждут сейчас фильм аватар 2 выхода и там соответственно подогревается интерес там трейлеры какие-то выходят люди ждут да то есть вот они хотят и естественно когда примеры будет люди побегут смотреть этот фильм но как вы думаете как повлияет на просмотр фильма если его выложит пираты в сеть торрент хуже правильно но да потому что почему просто люди закрыли гештальт то есть у них у них было напряжение они его сняли правильно то есть вот напряжение у них было как бы они хотели его посмотрите у них были какие-то эмоции по этому поводу то есть они вот этот продукт как фильм аватар 2 воспринимались определенным ну это как эмоциональное ядро для них было откуда они сливали энергию свою вот соответственно сумками вот как вы думаете а вот когда женщины покупают себе вот эту сумку дорогую у них гештальт закрывается то есть по сути ну мне кажется да пошли на нахер надо две три четыре пять сумок таких же правильно то есть вот там у него галочка стоит что вот у него там сумка от ваших там этих там крутых там ну чуваков все зачем и дальше покупать потому что они коллекционируют ну сколько таких коллекционеров женщин раз-два и все но на самом деле то есть вот по моему общению опыта с клиентами то есть как правило от одной сумки в год ну до двух-трех заходит в зависимости от статуса человек то есть публичная личность смотрите если бы это было правда если бы они правда коллекционировали было много у вас не было бы проблем с лтв согласитесь они знаете как уходят кому-то другому ну вот это уже другой вопрос это уже вопрос не в лтв это вопрос в рыночном предложении в дифференциации от конкурентов как бы не тот вопрос задали тогда возможно потому что моя сфера не маркетинг да я стараюсь как я это понимаю задавать но вот тренды какие вот чтобы вот клиенты возвращались именно к нам оксана нет нету трендов забудьте про тренды тренды это херня для конференций нету трендов есть фундаментальные вещи маркетинга и психологии клиентов да вот они всегда есть они будут и они никогда не меняются вы женщина вы потребитель таких же продуктов товаров плюс минус как и ваши клиенты просто на себя посмотрите спросить у себя на хрена мне покупать вторую такую же сумку вот у меня мотивация какая-то и какую мотивацию не могут дать чтобы я покупала вторую третью четвертую пятую сумку будучи я если я коллекционирую эти сумки да все очень просто все безумно просто пообщайтесь со своими друзьями подругами там с клиентами просто пообщайтесь у вас есть клиентская база просто позвоните и в режиме вот так вот здрасте я оксана там мария расскажите а почему у нас купили сумку а почему у нас не купили вторую сумку да там вот и все просто узнайте у них спросите вот почему-то мы всегда забываем что клиенты те же самые люди и с ними можно просто пообщаться то есть как бы им наоборот это по приколу будет представьте что вам там позвонил бы стив джобс если бы он был бы жив да и сказал бы слушайте оксана чего вы купили мой айфон расскажите вы бы охренели мне кажется тут тот же самый вау-эффект может быть и у клиентов то есть когда присаживаться звонит генеральный директор там либо директор по маркетингу представляется газ раз вот мы там отобрали 10 лучших клиентов хоть может это не правда но все равно чувство собственной важности клиенту мы почесали если ты спрашивает как бы а почему вы купили у нас сумку какие были факторы принятия решения то есть какая мотивация у вас была янгод ну вот вот сначала меня привлекла цена и там за красивый сайт предположим либо сарафанное радио мне подруга рассказала такие окей и естественно рисуете карту клиента карту пути клиента на основе вот этой информации которая который вам предоставляет клиент потом сравнивать накладываете одно на другое у вас рисуется как бы общая картина взаимодействия под вашего продукта с клиентом и это не про тренды это просто вот ну как блин классика маркетинга как бы ну она никогда не поменяется эти тренды что такое тренды это просто когда меняются инструменты вот скажем канал коммуникации в 2000 году был там знаю там телефон 2010 email 2020 мессенджеры ну сама коммуникация она не меняется смысл тот же просто меняется способ связи сейчас это фавори тикток будет там через пять лет опять будет youtube потом опять будет инстаграм там потом может быть какая-нибудь еще социальная сеть появится но какая разница то есть те же самые клиенты те же самые продукты та же самая коммуникация конечно все намного проще эти люди в интернете они не проводят социальные опросы эксперименты там свод анализы почему нужно купить у вас либо у конкурентов они принимают решение в течение 15 секунд они увидели ваш сайт если они вам доверяют все они принимают решение вас покупать если нет они идут конкурентом все супер просто абсолютно просто понятно и до тупого как бы очевидно да но почему-то мы пытаемся это все усложнить да то есть тренды то надо что-то конференции послушать семинары там курсы купить это да там ну знаете это инструмент еще раз говорю то есть если вы не понимаете фундаментальных вещей кто ваш клиент в чем ценность вашего продукта в чем дифференциация отличие вас от конкурентов да там чем вы берете возможно вы берете то есть разные уровни конкуренции первое конкуренция на уровне цены да то есть вот и вы и петь и вася и колин продаете одни и те же сумки но при этом у вас просто дешевле все это конкуренция на уровне цены дальше конкуренция на уровне предложения. То есть помимо того, что у вас там сумки у Коля и у Васи сумки, но при этом у вас классный сервис, предположим. Либо вы там две сумки по цене одной продаете. Ну, как бы само предложение вкуснее. Дальше. Вы предоставляете эмоции. То есть помимо того, что у вас там и сумки классные, такие же, как и у Пети Васи, у вас лучше тем, что у вас классный офис в центре Москвы. Все, туда просто приятно приехать. Все, как бы люди доплачивают за это. И дальше это обучение клиента. То есть это когда вы обучаете клиента у себя покупать. То, что сделал, по сути, там сервис Booking.com. Он обучил клиентов пользоваться своим сервисом. iTunes, Google Play, вот эти все платформы, вот эти большие экосистемы, где люди взаимодействуют. Это обучение клиента. То есть раньше мы скачивали песни из торрентов, сейчас мы идем в Apple Music и платим 299 рублей за подписку. Вот это обучение. Есть разные уровни конкуренции. Самый нулевой уровень конкуренции – это просто по наличию. То есть если бы вы там, скажем, были в Чукотке и торговали бы бананами, да, там единственная Оксана, да, то у вас не было бы в принципе конкуренции, и вы бы находились в уровне конкуренции ноль. Тогда просто по наличию. То есть люди у вас все равно купят, потому что в другом месте этого не закупить. Понимаете? Хорошо. А вот тогда еще по сегментам. Вот мы сейчас, скажем так, когда направляем таргетинг, делаем, мы берем вообще широкий, ну вот как я понимаю, по тем рядам, которые к нам приходят, с кем я общаюсь, то есть это очень широкий разброс людей, да. Вот мое мнение, допустим, что надо более узко идти, то есть, допустим, это женщины, там, 25-40 лет, там, с определенной своей спецификой, то есть что лучше, по широкому сегменту продолжать, или все-таки судиться? Смотрите, маркетинг, это не гадание на картах, да, там, это не астрология, а астрономия, где можно предполагать, он основывается на определенных цифрах. Соответственно, говорить, а мне кажется, как бы, это глупо. Вам кажется на основе чего? Если вы запускаете рекламу, и вы недовольны результатом, то вы апеллируете конкретными данными. Вы берете, делаете АБ-тест, запускаете одновременно, параллельно на один и тот же сайт. Широкая аудитория, узкая аудитория. Сравните показатели, принимайте решение. Вот это правильный подход к маркетингу.